Друзья, меняемся. Наш основной ресурс теперь не YouTube, а VK-видео. Увидимся там. CMF Phone 1. Чем здесь можно удивить пользователей? Привет всем, друзья! Вы на канале Knewka.ru, с вами Андрей. В руках у меня очень необычный смартфон. Называется CMF Phone 1. И для тех, кто думает, а что же за CMF Phone? Ну, расшифровывается как Color Material Finish. То есть цвета, материалы и финиш. На самом деле обработка, доработка. То есть смартфон соединяет в себе три вещи и позиционируется как типа за свои деньги. Это как раз цвета, материалы и ощущения, наверное, от того, что ты от этого всего получаешь. Бренд, связанный с компанией Noffing. Это стартап недавний. Обозревали мы уже смартфоны этого бренда Noffing. Очень нам понравился 2А, например, и двоечка, но двоечка дороговатая. И вот у этого стартапа появился суббренд CMF. Для тех, кто не знает, а что же такое Noffing, в принципе, напоминаю, что это компания, стартап действительно сейчас, который основал некий Carl Pay, китаец, который когда-то основал OnePlus. Потом оттуда без скандалов просто тихо мирно ушел, когда понял, что OnePlus стал слишком большим, чтобы там было интересно творить разные штуки. Стал просто куском бизнеса по выкачиванию бабла. А Carl Pay хотел сделать необычное что-то, интересное, что-то свое брать и развивать. И вот они взяли и выпускают еще один бренд. Позиционирование у бренда, как видите, у них и коробочка завязана на, опять же, Noffing. У тех таких тоже похожие коробочки. Но сама по себе философия телефона, она уже здесь отличается, это видно. Но телефон необычный, телефон прикольный. И что важно, CMF Phone 1, в отличие от Noffing'ов, там 1-2, стоит прям недорого. Сколько недорого и в каких цитах есть в магазине Q. Прямо сейчас по ссылке под видео можете посмотреть с быстрой доставкой и гарантией. Вопросы остаются или, допустим, владеть этим телефоном, как обычно, все ждем в комментариях под видео. А я пока про этот телефон вам расскажу. Покупать или нет, решать только вам. И напоминаю про наш 6-месячный розыгрыш одного классного смартфона в любую точку Российской Федерации, которую мы отправим победителю, и множество промокодов на покупку в нашем магазине. Условия розыгрыша следующие. На нашей платформе ВК-видео подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, содержательные по теме видео, и ждете итогов розыгрыша. В следующий месяц их подведем и призы отправим. Удачи! СМФ-фон позиционируется как, видимо, более бюджетная линейка, нофинг-фона, с более простыми материалами, но своими интересными плюшечками. И как раз вот на это производитель и пытается упираться при позиционировании телефонов, потому что СМФ-фон 1 вышел в сегмент, где дичайшая абсолютно конкуренция, даже сейчас в России, в сегменте 20-25 тысяч рублей, там 200 долларов примерно, да, можно купить. И кучу Самсунгов каких-нибудь, A35, A34, A54 можно найти. Xiaomi, Redmi Note 13 Pro, очень классные, 5G даже. И Realme здесь пасутся 12 Pro, 12 Plus, кучи Tecno, Infinix, которые тоже в этом бюджете будут очень хороши. Это прям такой набитый, напичканный, разными вариантами сегмент. И вот сюда вот выходить без чего-то такого интересного, универсального сложно, потому что здесь есть очень мощное устройство. Здесь есть устройство с хорошими камерами, с супербыстрыми зарядками. Прям вот много игроков, прям много игроков, причем хороших. Чем здесь можно удивить пользователей? Дизайном, сказал Carl Pay, и они удивили. Во-первых, этот телефон один из немногих, на котором полноценная сменная задняя крышка. Ее можно купить отдельно, она стоит что-то в районе 35 долларов. Причем как раз на задней крышке, здесь на стандартной, мы видим как раз, почему это все можно сделать так. Здесь, как видите, имеется 4 винта, которые можно спокойно открутить отверточкой, своей маленькой. Здесь имеется вот это вот колесико. Ну, посмотрите, это на колесико, а шайба. Шайба, которая тоже держит заднюю крышку, но она откручивается вот так вот спокойно ручками. Вот она отдельная, снизу прям дырочка. То есть дальше откручиваем винтики, и вот за этот уголочек мы ее поднимаем и снимаем. Батареечку мы вытащить не сможем спокойно, то есть она там впаяна. Мы не сможем еще получить другой доступ к остальным компонентам смартфона. Мы просто увидим здесь также глухую панель, но вот саму вся вот эту заднюю крышку, панель, мы сможем легко поменять. Боль-то вот эта шайба является не только элементом дизайна, причем весьма спорным в части эргономики, но еще и, скажем так, элементом для привязки аксессуаров. То есть, допустим, сразу Нофинг со своим смартфоном представил прикольные часики, прикольные наушнички, а еще прикольный сюда шнурочек, чехольчик. И в том числе представили кардхолдер, который держится в том числе за эту штуку. И кардхолдер здесь нужен не просто так, потому что телефон, например, лишен NFC полностью. Что интересно, заднюю крышку можно не только купить, можно еще и на 3D-принтере ее распечатать. В интернете есть полная инструкция и схема для 3D-принтера. Вот эта вот задняя крышка в каком-то смысле может заменить чехольчик, да, то есть потому что чехла в комплекте нет, зарядки в комплекте нет, есть только USB Type-C, USB Type-C провод, и в комплекте еще есть скрепка. Крепка вот такая, вот. Из интересного стоит выделить только то, что обрамление камеры, вот этот модуль двойной здесь у нас сделан из металла, а все остальное пластиковое. Пластиковая задняя крышка, пластиковое и вот это обрамление. Лицевая часть, само собой, стекло, причем это здесь Dragon Tail Pro, не горело глаз. Разъема для наушников нет, слот для двух сим-карт и карты памяти, то есть на выбор или одна симка, это какая-то память или две симки. Удивительно, на самом деле, в 2024 году говорить о том, что карта памяти, это плюс в смартфоне, что она здесь есть. Справа у нас имеется кнопка включения блокировки, сверху дополнительный микрофон, шумоподавление, слева качелька громкости, и снизу, собственно, USB Type-C, и основной и единственный динамик. Стерео в телефоне тоже почему-то нет. Тоже получается такое, какое-то жесткое сегментирование идет с нофинг-фонами, возможно, я предполагаю, да, то есть это вот маркетологи все-таки диктуют многое сейчас, поэтому предполагаю, что это было в том числе и их требование. Ну, само собой, отсутствие разъема для наушников, отсутствие стерео, отсутствие NFC, многих уже могут отпугнуть на момент покупки, но не спешите выключать видео, потому что дальше есть интересные штуки. Из неинтересного хочу сказать только то, что без чехла телефон удобно использовать, он такой шероховатый, причем как на боковых гранях, так и задняя крышка вот черненькая, в двух цветах, по-моему, зелененький и оранжевый, он как по дококожу идет, то есть там вот эта задняя крышка, она будет больше эффекта иметь. Здесь же не остается никаких отпечатков, пылюка тоже особо не скапливается, какие-то следы все-таки остаются от касания, но не могу сказать, что прям их много. Так что вот в плане эргономики, вот задние крышки и корпуса, с одной стороны, здорово и прикольно, с другой стороны, ребята, вот эта вот шайба, она прям мешает, то есть ты держишь телефон, и у меня постоянно по ней как-то палец соскальзывает, ее как-то цепляет, касает, то есть не исключаю, что вопрос привычки, с другой стороны, я почти неделю с этим телефоном так или иначе контактировал, и я к нему так и не привык. Но в целом решение явно необычное, решение явно прикольное, и этим, именно этим основном и будет отличаться Noffing Phone, CMF Phone, извините, один от остальных конкурентов. При этом, поворачивая его лицом, мы здесь, ну, кто-то ужаснется, кто-то скажет, ну, как бы норм. Здесь мы видим рамки, рамки и большой дисплей, почти 6.7, 6.67, LTPO, OLED-матрица, Full HD плюс разрешение, 120 Гц, как сказал уже, у нас здесь имеется не Gorilla Glass, а Dragon Tail, стеклышко, ровненькое, не изогнутое, но рамочки они, да, имеются. Непонятно, честно говоря, с чем являются вот эти рамочки заигрыванием. Понятно, что в этом сегменте у того же Samsung мы эти рамки тоже видим, и в A34, и в A35, и даже в A55, собственно, там, которые стоят даже подороже. Но, с другой стороны, у остальных игроков рынка здесь уже обычно практически безрамочный корпус. Опять же, здесь, возможно, идет заигрывание с Apple, да, у которого, опять же, рамки, это прям кого-то вставляет. Резюмировать, ну, рамки как бы есть, они здесь не прям гигантские, но такие средненькие. При этом, вот дисплей я похвалю. Он мне нравится, он отзывчивый, 240 Гц частота отклика сенсорного слоя, хорошо реагирует, приятно на касание. Аляфобочка тоже приятненькая, причем с завода имеется пленка, она очень быстро заляпывается, но вот касание, работа с дисплеем просто на высшем уровне, очень классная. Сам по себе дисплей тоже яркий, более 1200, нет, пиковая яркость. Проблем с шивом также здесь нет никаких. Ну и 120 Гц работают на всю, очень все плавненько, очень шустро, и в целом по дисплею, правда, ну, действительно здорово. Реально здорово. Автояркость тоже работает нормально, яркости мне было достаточно даже где-то на 50%. В целом все как бы хорошо, HDR отображение присутствует, ночная подсветка можно сделать его, опять же, там потеплее, похолоднее, насыщенные настройки, на самом деле здесь в системе нофинга и CMF, как следствие, они больше похожи все-таки на чистый Android, поэтому много здесь настроек мы не найдем. В общем, за дисплей телефону тоже ставлю лайк, но надо помнить про рамочки, они здесь присутствуют. Не бесят, но они присутствуют. Если говорить про начинку, то технически нофингфон не ушел далеко вперед от конкурентов. Используются процессорами E-Tech Demensity 7300, оперативной памяти 6 или 8 гигабайт. Ну, у меня конкретно версия на 8 гигабайт оперативной памяти в Antutu уже многим надоевшим, но весьма показательным. Все-таки набирает 670 тысяч баллов, что для смартфона этого диапазона очень даже неплохо. Видео ядро набирает 146 тысяч баллов, и фактически в этом телефоне я запускал и последние игрушки какие-то. Процессор весьма удачный по нагреву, по троттлингу, предъявить им претензии тоже никаких не могу, поэтому людям, которые задают опрос по части скорости работы телефона, скажу, что все хорошо. Далеко не флагман, само собой, потому что процессор именно переценируется, как середняковый, как и сам смартфон. Но для игрушек, если кто-то захочет себя приобрести, тоже смартфон можно спокойно покупать. Работает он довольно долго, нагрева особого нет, про обседания и производительности тоже нет. То есть, в принципе, можно будет поиграть в некоторые игрушки на высоких настройках, где-то там на средних можно будет перейти, но в целом хватает даже на такие достаточно требовательные приложения. Так что, в целом, для игр и для повседневной жизни весьма универсальное устройство. Скорость работы лично меня полностью устраивает. Говоря про автономность, скажу в первую очередь, что батарейки здесь 5000 мА, теперь зарядка максимальная 33 Вт, поддерживается в том числе Power Delivery, но в комплекте зарядки мы не найдем, только USB Type-C кабель. Причем поддерживается еще и реверсивная зарядка на 5 Вт, но только по проводу. Беспродная зарядка отсутствует. С автономностью все хорошо, до конца дня телефон вообще спокойно совершенно доживает, даже в моем режиме такое нагруженное тестирование. Игрушки, фото, тесты, видео. К концу дня осталось 38% заряда, что для 5000 аккумулятора вполне себе ничего. Видимо, сказывается в целом то, что процессор сам по себе весьма энергоэффективен, хотя многие до сих пор не доверяют Mediatek'ам, но современные Mediatek'и Dain 11 прям мне очень нравятся. И в данном случае тоже все неплохо. Фактически можно говорить где-то о часах 9 работ дисплея, 8 точно как минимум. Так что время работы выше среднего. Заряжается, правда, все это максимум только 33 Вт. Зарядка полностью происходит где-то за час 20. За полчаса смартфон заряжен уже половину примерно. В целом не рекорд. Понятно, в этом сегменте можно найти и значительно быстрее. Там тоже самое Tecno Infinix. Они пихают там 67 Вт и даже быстрее встречаются. Но в целом нормальная скорость зарядки пользоваться можно. Говоря про камеру, в первую очередь по традиции. Начнем с селфи. Селфи здесь на 16 Мп. Обычная себяшка. Не могу ничего сказать про нее. Особо хорошая, особо плохая тоже. Видео на селфи пишет только Full HD, 30 или 60 FPS. Пишет неплохо. Но, правда, стабилизация такая, немножко топорная. Основная камера здесь двойная. И, опять же, Карл Пей постоянно говорил, типа, зачем ставить затычки вместо камеры. Лучше оставить одну камеру вместо там затычек. Но при этом здесь у нас 50 Мп и 2 Мп. 50 Мп основная. С электронной стабилизацией, без оптической. Вторая это датчик глубины на 2 Мп для портретиков. Вот смысл поставлять эту 2 Мп затычку сразу становится непонятен. Но, в целом, качество камеры здесь, хочу сказать, полностью на свой бюджет. То есть, вот 20-25 тысяч рублей и уверенный, крепкий, хороший уровень. Но без фанатизма. Камерафоном явно телефон назвать нельзя. Лучшим представителем по камере тоже он здесь не будет. Но уверенный и очень хороший уровень. Причем даже в авторежиме. При хорошем освещении цвета более-менее нормальные. Детализация тоже вопросов особо не вызывает. Бывают некоторые промахи изредка по автофокусу. Но, в целом, в основном смартфон при хорошем освещении показывает себя нормально. Единственное, что, конечно, ему не хватает определенной ровности, скажем так, по обработке снимков. И цветовой диапазон пляшет тоже иногда. Поэтому, допустим, небо то осветленное, то нормальное. И при обычных снимках тоже, получается, в одном месте снимаешь человека. Но постоянно вот это какого-то смещается. С камерой явно надо работать именно с алгоритмами обработки. То есть, сама вся камера, допустим, мой модуль, если не менять, то все равно обработка, она решает. И кому как не тому, кто OnePlus придумал, и, в принципе, за свои деньги очень неплохие камеры до сих пор имеют. Понятно, что с этими камерами еще надо работать и работать. Вечером, ночью, конечно, к телефону появляются вопросы. В авторежиме уже не так все гладко. Многовато шумов появляется, смазы усиляются. Но можно включить ночной режим, и становится все как-то поинтереснее. Двухкратный зум, конечно, здесь электронный, поэтому идет с ухудшением качества. Но он по умолчанию, кстати, имеется. Ширика откровенно не хватает. Да, то есть, это, конечно, было бы здорово, хоть какой-нибудь 8-мегапиксельный ширик. Но иметь в этом бюджете у многих, опять же, тоже он есть. Видео, кстати, телефон неплох пишет. Единственное, что только максимум 4К 30 фпс. Но, опять же, в этом бюджете это норма. Зато картинка симпатичная, плавненькая, такая весьма контрастная. Так что по части видео тоже у телефона все неплохо. В общем, звезд с неба камера не хватает, но является такой крепенькой. Единственное, не хватает некоторой стабильности в определении правильности цветов. Если говорить про связь, то, ну, еще раз, главное, наверное, разочарование для многих, это отсутствие NFC. Поэтому для тех, кто привык куда-то в заклад прикладывать телефон, извиняйте. Блога в России сейчас, мне кажется, QR-коды практически везде распространены. Очень интересно ваше мнение в комментариях. Послушайте еще, вы как платите в основном QR-кодом, NFC-шкой или, может быть, тут наличкой. Ну, в общем, NFC нет, но в остальном все неплохо. Две сим-карты, 5G поддерживается, GPS, GLONASS, Wi-Fi 6 тоже в наличии. Скорость работы, вообще стабильность сигнала тоже вопросов не вызывает. Глобальные частоты присутствуют, агрегация тоже, со связью все хорошо. Со звуком не очень, опять же, разъема для ношников нет, стерео отсутствует. Динамика 1, он достаточно громкий, но 1, поэтому с этим, как бы, тоже придется жить. Даже хотя бы полуторный, было бы уже неплохо. При этом Vibro простейшая, линейная, достаточно мощная, но простое. Само собой, на больше рассчитывать здесь было бы глупо. Ну и прошивка работает на 14-м андроиде. Оболочка Nofing OS, сейчас конкретно версия 2.6, когда я снимаю. Обещает 2 года обновлений андроида, в том числе, и 3 года патчи безопасности. Nofing'овская оболочка похожа на чистый андроид, но с некоторыми дополнительными интересными плюшечками. В том числе, Nofing создает свою некую экосистему. То есть, если у вас часики Nofing, если у вас наушнички Nofing, они дополнительно как-то связываются. Причем, если говорить про наушники, то здесь, несмотря на недорогое, по сути, смартфон, применяются интересные стандарты для связи с наушниками. Допустим, тот же самый LDAC и aptX HD, что есть даже не у всех флагманов. Ну и с Nofing'ами, допустим, специальная анимация присутствует. Если посмотреть на Nofing аксессуары, очень рекомендую посмотреть. Там у них вот это вот тоже колесико имеется, но оно там используется для управления. Здесь же оно просто для красоты, скажем так, сделано. Или для неудобства, что тоже, в принципе, правильно. Но вот именно, скажем так, сама прошивка, она заточена на то, чтобы быть необычной. Она такая вся пикселизованная, необычная. В принципе, при включении телефон предлагает вам включить, как вам будет удобнее. Вот так вот, как сейчас у меня, какими-то черно-белыми значками непонятными, какими-то блоками крупными. Или же сделать примерно по ремене, как обычном Android. Вон, причем все значки сделать сразу черно-белыми. Но становится очень неудобно все это использовать. Быстро работает, реально быстро. Каких-то проблем за время тестирования я не заметил. Вывод, можно говорить по поводу телефона. Nothing, опять же, хочется сказать, но CMF Phone 1 устройство необычное. Необычное именно в части внешнего вида, в части задней крышки, в части камеры, в части дизайна самой прошивки. Но если отбросить вот эти вот, скажем так, внешнюю мишуру, то у нас появляется такой еще один очень крепкий и симпатичный середняк. По части производительности, по части автономности. Камера, откровенно, средненькая и имеет много вопросов к себе, но в целом ок. Зарядка не особо быстрая, но зато автономность хорошая. Конечно, бьет сильно по телефону, бьет. Отсутствие NFC, отсутствие стерео. Это прям, конечно, вот такие серьезные промахи телефона, за которые его можно пенять и нужно пенять. Я уверен, что если в CMF Phone 2 возьмут и добавят хотя бы стерео, это будет намного интереснее. Потому что, как я говорил в начале видео, конкуренция в этом сегменте ценовом огромная, гигантская. И CMF Phone 1 технически, технически, и по камере, и по, допустим, скорости зарядки, по производительности, многим телефонам в этом сегменте проиграет. Я говорю, допустим, про тот же самый Redmi Note 13 Pro 5G. Я говорю, про какой-нибудь Poco X6 Pro. Или какие-нибудь Honor, там тоже вопрос большой будет к этому телефону. Но он необычный. И я уверен, что многих эта необычность привлечет. Этот телефон, правда, хочется и может использовать без чехла. В остальном-то такой обычный проходной середняк с серьезным минусом в отсутствии стерео и отсутствии NFC. Ну, с которым можно жить, давайте будем откровенны. Но с реально необычным вот внешним видом и опытом от его эксплуатации. Реально интересный, необычный смартфон. И покупать его или нет, я даже затрудняюсь, честно сказать. Я скорее скажу так. Я бы, может быть, его купил даже себе. Или, допустим, жене, или там детям. Просто потому, что он прям реально необычный. Я не знаю, как бы они отнеслись к этому всему. Но я бы себе, чисто как эксперимент, бы взял. Может быть, дойдет время и там с выходом Nothing Phone 3 я возьму и куплю его. Пока не знаю, как это будет. Но вот этот телефон, то есть, немножко не в моем сегменте находится. Я больше покупаю там субфлагманы. Но по-своему он реально прям чем-то цепляет. Так что будем смотреть, как это все будет развиваться и изменяться. Очень жду от вас комментарии и вопросы в видео по этому смартфону. Ставьте лайк, подписку, колокольчик. Покупайте в магазине QQ.ru. С вами был Андрей, QQ.ru. Бай-бай.